А привилегиями и всем-всем-всем прочим, тем, чем вы только могли мечтать. И тут какие-то автологины, автоочистки, запуск в окне. И кнопочек, вот всех вот этих вот переключателей и всего прочего были какие-то в целом. Как-то, ну, такое себе на самом деле. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Прошло уже, наверное, около полугода с момента выхода лаунчера Arizona Games. И за это время лаунчер изменялся, так знаете, обрастал всякими функциями, фишками, привилегиями и всем-всем-всем прочим. Тем, чем вы только могли мечтать, тем, что вы только могли хотеть в этом самом лаунчере и всем-всем-всем прочим. И давайте я спустя такое, казалось бы, продолжительное для кого-то время скажу, что вообще в лаунчере стало лучше, что в нем стало принципиально хуже, что вообще изменилось-то за вот это вот все время, что вообще стало и стоит ли его вообще скачивать. Лично такое, знаете ли, мое решение, мой какой-то ответ, мой какой-то вердикт и все-все-все прочее. Так вот, а давайте начнем, ну, как и полагается, как и всегда, с самого начала. Когда только вот человек заходит в этот самый лаунчер, разумеется, ему нужно... Но он, разумеется, выбрал уже игру, которая ему нужна, и после этого он, как и полагается, переходит в настройки. Раньше, насколько я помню, настроек было меньше, но даже сейчас, вот когда их не особо, так знаете, большое количество, ты можешь запутаться во всех этих фишках, там, переключениях, во всем-во всем вот в этом вот прочем. И это, как мне кажется, не особо удобно. Вот, допустим, я, человек с таким уже, знаете, можно сказать, стажем игры в GTA Sample, в GTA San Andreas, с опытом вот такого снятия всех вот этих вот видеороликов, с опытом, ну, в самом... ну, в самом... вообще с опытом в целом, вот если так сказать. И вот я захожу, я нажимаю настройки, и что-то мне понятно, а что-то нет. А что, если зайдет просто человек, который вот первый раз заходит в GTA Sample? Да, возможно, фишки, которые тут показаны, рассказаны и так далее, возможно, что они не особо, так знаете, для новичка. Ну, вот, допустим, зайдет какой-нибудь ламер, который кроме этой самой Аризоны, там, знаете, 11-летний вообще человек зайдет, который кроме этой самой Аризоны ничего толком-то и не видел. И тут какие-то автологины, автоочистки, запуск в окне, предзагрузка, простые текстуры, широкий экран. Ну, блядь, мне из всего этого списка понятно только автологин, запуск в окне, там, я не знаю, простые текстуры, возможно. И все, то есть, все остальное, предзагрузка, автоочистка, широкий экран, ну, типа, тоже более-менее, но тем не менее. Как бы не особо понятно, что это вообще такое. Было бы неплохо, если бы у всех вот этих вот, знаете ли, кнопочек, вот всех вот этих вот переключателей и всего прочего, были какие-то пояснительные все вот эти вот бригады. Потому что лично мне, вот даже я захожу, мне и то непонятно, что оно делает. Я пробовал включать, я пробовал выключать, ничего не меняется, я не могу понять, к чему все это нужно-то вообще в самом деле. Но простые текстуры, это еще ладно, мы понимаем. Многие, когда скачивают лаунчеры, вообще с ним играют, они уже начинают забывать, для чего изначально он был придуман. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и бесперебойный, как лично я понимаю, доступ к серверам, если у основателя, у создателя и так далее, а калькора что-то там, знаете, опять переклинит с головой. Но также там, как бы, была возможность голосового чата, то есть вы можете установить, допустим, какое-то клео отдельное, либо зайти через вот этот вот самый лаунчер. У вас есть два таких пути решения всех этих проблем. И, ну, не особо проблема, в целом фич, да? И то есть, если ты заходишь с лаунчера, ну, буквально, я не знаю, я последние несколько месяцев снимаю весь свой геймплей с лаунчера и со мной поговорила, ну, от силы человека 2-3, наверное. И то это были такие диалоги, типа, привет, кто-то меня слышит, меня слышно, там, типа, и все. И чуваки такие, да, тебя слышно, и все. И больше никаких диалогов не было. То есть, все, несмотря на то, что голосовый чат ввели, все предпочитают пользоваться почему-то чатом. Почему так происходит, мне непонятно. Я бы очень хотел пообщаться в голосовом чате. И что там, я не знаю, полгода назад никто не общался в голосовом чате. Что сейчас, спустя полгода, ну, как-то, я не знаю, ничего не поменялось. Почему, почему игроки не общаются через голосовый чат? Почему? Даже, допустим, у вас там бесклявый голос, даже, допустим, там плохой микрофон. Ну, в любом случае, это лучше, чем я бы там что-то читал и вот так далее. Да, разумеется, ну, типа, что для вас лучше? Послушать бесклявую какую-то речь, а не особо взрослого человека, либо послушать полуграмотную вот эту вот какую-то хуйню. Что для вас лучше? В целом, я бы лучше послушал. С этого можно и поруфлить, с этого можно там и какие-то прочие лолзы словить. Но в целом, в целом, как-то, ну, такое себе на самом деле. И даже сейчас, то есть, лаунчер обновляется до сих пор. Я вообще поражен продуктивностью этих ребят. Они там и Аризон Мобайл делают. И, знаете ли, обновления на свой основной, основные вот эти вот все проекты Родины, РП, там, вот эта вот жизнь в деревне, там, Аризон, они везде все это делают. Несмотря на все это, еще и обновляют лаунчер. Молодцы, вот буквально до записи данного видеоролика я зашел, и там вот опять-таки что-то обновилось. Это замечательно, это круто, это чуваки в самом деле молодцы, в самом деле постарались, в самом деле это классно. То, что лаунчер не стоит на месте, то, что лаунчер в самом деле обновляется. В этом они, разумеется, молодцы. В этом они красавцы, и тут я сказать, а ничего такого, знаете ли, не могу. Но в целом, в целом, вот после последних апдейтов у меня почему-то начало лагать. Да, возможно, у меня не самый, знаете, там, мощный игровой компьютер. У меня вообще, многие знают, что нет видеокарты. У меня чисто типа AMD, Ryzen, вот это вот Vega, там, все прочие вещи. Мне хватает пока что. Я не вижу смысла какого-то вот обновляться, когда мне все более-менее, там, знаете ли, хватает. Потом, в будущем, возможно, куплю себе какую-нибудь видеокарту от Nvidia, все прочее. Ну, ладно, это не особо важно. И мне, в принципе, хватает. А у людей могут быть еще слабее компьютеры, там, какие-нибудь Pentium, там, я не знаю, двухъядерные. Еще что-нибудь, ну, как бы, в самом деле. А если у меня-то, у них-то что будет? Да, разумеется, в лаунчере есть простые текстуры. Но вот мне лично не хватает возможности отключить что-то конкретное. Допустим, мне там нравятся вот эти вот какие-нибудь, я не знаю, HD, все иконки, все прочее. HD-карты, все, все вот это вот, исходящее из всего этого. Но мне не нравятся вот эти вот все эффекты. Я хочу их отключить. Почему я не могу это сделать? Как мне все это сделать? Я не понимаю. Расскажите мне, почему я не могу все это сделать? Если я скачал лаунчер, я хочу все это сделать, я не могу. Почему? Почему у меня есть выборы либо слишком жесткие, крутые HD-текстуры, либо слишком хуевые, мыльные, вот эта вот вся залупа? Почему я выбираю из этого? Почему я не могу выбрать из, а там, пиздатые, менее пиздатые, среднепиздатые, а не пиздатые вообще? То есть, почему такого выбора нет? И если подходить уже, знаете ли, к заключению данного видеоролика, могу ли я вам посоветовать скачать данный лаунчер и играть в GTA Samp чисто с него? Мой ответ и да, и нет. Как бы, как это обычно и бывает. В целом, если вы не хотите заморачиваться со сборками, со всем, в общем, если вам нужна стабильность, если вам нужны постоянные обновления, если вам нужны FPS, возможно, да, потому что там есть и урезанные текстуры и все прочее, если вам все это нужно, то, разумеется, лаунчер это ваш выход. Обновления частые, поддержка частая, все прочее там есть, но у меня почему-то лагает. Несмотря на то, что я там даже сделал, типа, починить игру, это они запрасывают файл GTA SA.set, и вот все прочее делают, но, тем не менее, у меня FPS почему-то мало, со всеми вот этими эффектами, которые они туда добавили. Раньше было лучше, непонятно почему. Тем не менее, я дал и в реестр возможность залезть и сделать все прочие вещи. Все равно, почему-то, не особо все хорошо и нормально. Ну, ладно, на этом я буду с вами прощаться. По IP-шнику в описании вы можете зайти на Arizona Roleplay Phoenix, ввести там мой никнейм, а мой, возможно, промокод, если там я его сделал, не сделал, оставил, не оставил, неважно. Также вы можете подписаться на мой телеграм-канал, там я оповещаю людей, почему у меня не выходят видеоролики и все-все-все прочее. Подписывайтесь, там уже более 500 человек. Заходите и делайте все прочие вещи. Всем спасибо за просмотр, всем пока.